С момента представления графических чипов AMD серии R и GPU Radeon R7 260X компания Asus выпустила уже две видеокарты, основанных на этом графическом процессоре. В этом обзоре я расскажу о втором поколении графическом адаптере среднего ценового сегмента Asus R7 260X без DirectCU 2, но с обновленным дизайном системы охлаждения и заводским разгоном. Карта упакована в фирменную коробку вместе с переходником с DVI на D-Sub, мостом Crossfire, кратким рукосом пользователя и диском с драйверами и дополнительным ПО. Asus R7 260X выглядит серьезно и надежно. Ее длина составляет 22 см, при этом длина печатной платы чуть более 17 см. Карта имеет двухслотовый дизайн системы охлаждения, радиатор, который с тыльной стороны значительно выступает за пределы платы. Здесь также расположен степиновый коннектор питания. Панель вывода получила небольшую решетку для отвода тепла и разъемы DisplayPort, HDMI, DVI-D и DVI-I. Плата изготовлена из черного текстолита с плотным размещением элементов. По центру находится процессор BONE Air XTX, изготовленный по 28-нанометровому техпроцессу. Чип имеет заводской разгон, поэтому работает на базовой частоте 1075 МГц. Кроме этого, кристалл содержит 896 потоковых процессоров. В графической карте реализована четырехфазная подсистема питания, которая управляет Digi Plus ASP1106, а еще одна фаза установлена недалеко от микросхем памяти. Производитель использовал высококачественные компоненты Super Allo Power. Процессор окружен четырьмя чипами, объединенными в 2 ГБ видеопамяти. Ее эффективная частота составляет 5000 МГц. В графическом адаптере используется стандартная для недорогих карт производителя система охлаждения. Радиатор, изготовленный из алюминия в виде цельного модуля и напрямую соприкасается с видеопроцессором. Ее обдувает два 70-миллиметровых кулера. Система охлаждения показала себя с хорошей стороны. Для тестирования использовался открытый стенд. В режиме простоя чип нагревается до 32-33 градусов по Цельсию. При этом оба кулера работают на скорости порядка 1055 оборотов в минуту. В таком режиме вентиляторы слышно, только если вплотную подойти к видеокарте. Графический тест программы Furmark смог повысить температуру непрогретой карты до 64 градусов, а температура прогретого видеопроцессора после прохождения теста повысила всего до 70 градусов по Цельсию. При этом карта все так же работала тихо. При помощи фирменной утилиты Asus GPU Tweak можно увеличить частоту ядра до 1200 МГц, а частоту памяти до 1600 МГц. В таком режиме стресс-тестам удалось прогреть карту до 87 градусов, а скорость кулеров достигала 3600 оборотов в минуту. Тем не менее уровень шума был сравнительно невысоким. Для тестирования использовались синтетические тесты 3DMark 11, 3DMark 13, Heaven Benchmark 4.0, а также игры Dying Light, Mortal Kombat X и Dragon Age. Во всех играх были выставлены максимальные настройки с небольшой оптимизацией, уменьшено качество теней и освещение, а также дальность обзора, где возможно. Замеры FPS проводились при помощи фрапсов. В Dying Light средний показатель частоты находится в пределах 33 fps. За все время игрового тестирования в самых тяжелых сценах FPS проседал до 20, а то и до 13 кадров. Но после уменьшения качества графики и дополнительной оптимизации, частота составляла комфортно и 50 кадров в секунду. В Mortal Kombat ситуация обстояла несколько лучше. На максимальных графических настройках без оптимизации видеокарта с легкостью выдает среднее значение в 51 fps, без ощутимых проседаний частоты. Dragon Age, как самая требовательная из трех представленных игр, показывает среднее значение 20,5 fps с частным проседанием частоты до 11 кадров. Понижение настроек для высоких не слишком улучшает fps. Эта карта способна обеспечивать высокую частоту только на нормальных настройках. Asus Radeon R7 260X – это отличная графическая карта среднего ценового сегмента с эффективной и достаточно тихой системой охлаждения и неплохим уровнем быстродействия прямо из коробки. При этом процессор показывает средние рабочие температуры, которые не слишком повышаются при разгоне фирменной утилитой. Отмечу, что карта хорошо показала себя как в синтетических тестах, так и в новейших играх. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова